Привет друзья! Сегодня посмотрим на очень интересный агрегат, а именно на бюджетную болгарку на аккумуляторах от бренда Deco. Благодаря такой автономности ею можно работать вдалеке от розетки или при ее отсутствии вовсе, в полях, в гараже, на даче, да и вообще везде там, где нет возможности использовать обычную сетевую болгарку. В общем она может стать просто незаменимым помощником, но для работы с нею нужно понимание ситуации и элементарных законов физики. Ну давайте обо всем по порядку. Данную болгарку можно заказать в официальных магазинах Deco, как на Озоне, так и на Алиэкспрессе. Все ссылки будут под этим видео в описании. Поставляется болгарка в фирменной коробке, на которой указаны все ее основные технические характеристики. И как можете заметить, есть информация и на русском языке, так как инструмент поставляется в страну официально. В коробке нас встречает естественно сама болгарка. Сразу же хочется отметить ее небольшой вес, без аккумулятора чуть менее 2 кг. Есть в комплекте инструкция на русском языке и с гарантийным талоном. Гарантия на болгарку, к слову, 1 год. Есть также зарядное устройство для аккумуляторов. Зарядник тут на 21 вольт и пол ампера. Аккумуляторов в комплекте 2 штуки. Можно сэкономить и купить с одним, но лучше не экономить. Аккумуляторы на 20 вольт и емкостью 1,5 ампер часа. Аккумуляторы тут со встроенной индикацией. Всегда можно посмотреть остаток заряда аккумуляторов. Также в комплекте есть рукоятка и ключ. То есть просто вставь диск и можно пользоваться. Рукоятку можно установить как под правый хват руки, так и под левый. Тут используется классическое винтовое соединение. Переставляется быстро и просто. Корпус болгарки двухкомпонентный. Черный это пластик, серый это резина для удобного и надежного хвата. Кожух болгарки имеет быстрозажимное крепление, позволяющее быстро и легко повернуть последний в нужном положении и зафиксировать. На редукторе расположился стопор для жесткой фиксации вала, для монтажа или демонтажа диска. Болгарка тут 125, то есть рассчитана на диск до 125 мм, что в принципе и указано на корпусе. А еще указано, что количество оборотов тут составляет 8500 в час. У аналогичных сетевых болгарок обычно 11000, а тут 8500. Не намного, но ниже. Все же это не сетевой инструмент, а аккумуляторный. Что касается кнопки пуска, то она имеет предохранитель от случайного нажатия. Он тут симметричный и рассчитан как под левый, так и под правый хват руки, что очень удобно. В нижней же части корпуса расположилась площадка для установки аккумуляторов. Ставим аккумулятор и можно запускать. Болгарка хоть и на 8500 оборотов, но все же это довольно много и достаточно для решения большинства задач. Как можете заметить, плавного пуска у болгарки нет. Для таких оборотов он особо-то и не нужен. Данная болгарка будет очень удобна, а главное полезна, при работах в труднодоступных местах или на высоте. Так как не требуется розетка и даже при наличии аккумуляторов она весит всего 2 килограмма. Отлично сидит в руке и не норовит выскользнуть. В общем она может стать хорошей палочкой-выручалочкой. Ну и давайте взглянем на внутренности редуктора. Все соединения затянуты на совесть, никаких соплей. Это радует. При вскрытии сразу же бросается обилие смазки. Но смазка какая-то интересная. Я такую на своей практике ни разу не встречал. Я так понимаю, это какая-то смазка для высокооборотистых механизмов. А может быть просто вазелин. Если кто-то знает, что это за смазка такая, напишите пожалуйста в комментариях, будет интересно почитать. И посмотрим на аккумуляторы. Сборка тут на высокотоковых литиевых аккумуляторах формата 18650. Сразу же тут видно плату БМС, силовые контакты пропаяны отлично, соплей нет, значит контакт будет хороший и нагрев не грозит. Больше всего меня интересовал вопрос термоконтроля. И на удивление он тут реализован. Выведен датчик температуры, а значит перегрев самих ячеек в процессе заряда или эксплуатации, также не грозит. А это важно. Используется тут 5 литиевых ячеек формата 18650, емкостью 1500 мАч каждая, подключенных параллельно. В общем и целом аккумуляторы реализованы грамотно. Как для недорогого бюджетного инструмента, просто отлично. Китайцы не стоят на месте и постоянно развиваются и совершенствуют технологии. И вот уже в бюджетных товарах появляются технологии из более дорогих категорий товаров. Ну и давайте посмотрим на что способна эта болгарка в полевых условиях. Начнем со старого навесного советского замка с диаметром дужки 10 мм. И как можете заметить, за 10 секунд болгарка без особого труда справилась с замком. И так же без особого труда она справилась с ним еще раз. В общем за считанные секунды она справилась со старым советским замком. Я понимал, что она его возьмет, но думал этот процесс окажется дольше. Ну а нет, все быстро и четко. Ну а как же насчет арматуры? Попробуем арматуру восьмерку. И как можете заметить, три среза без проблем. Легко и быстро. Но при этом треть заряда как слезала. Ну посмотрим на сколько в итоге хватит. А теперь задание посерьезнее. Уголок четверочка. Болгарка конечно справилась с поставленной задачей. Но уже было видно и слышно, что ей было тяжко. Но все же она справилась. И напомню, это она делает на аккумуляторах, а не от сети. Про замок и арматуру я еще понимал, что должна справиться. А вот с уголком были сомнения. Но нет, осилило. Тяжко ей было, но осилило. Заряд кстати еще не вышел. Едем дальше. Попробуем оцинкованный болт шестерку. Два среза без каких-либо проблем. Теперь болт десятка. И вот опять. Три среза без каких-либо проблем. Болгарка работает и работает хорошо. Прям приятно удивляет. Да и заряд еще не вышел весь. Едем дальше. Попробуем зачистной круг. Попробуем на том же сороковом уголке. Почти две минуты болгарка отработала нормально. Но когда уголок перевернули, чтобы зачистить другую его сторону, то практически сразу она остановилась. Это значит, аккумулятор сел и требует замену или зарядку. Но даже при этом аккумулятора хватило на немалый объем. Два раза дужку замка срезали, арматуру, уголок, болты и зачистка самого уголка. Для сетевой болгарки это пустяки. Но тут автономная УЖМ. На аккумуляторах всего полтора ампера. Найдутся умники, которые скажут, что все это баловство и не серьезно. А теперь представьте пилить все это ножовкой в отсутствие электричества. А если это происходит постоянно, думаю выводы будут очевидны. А теперь попробуем второй аккумулятор на 14 арматуре. Конечно этой болгарке лучше не давать такие объемы. Но все же интересно, как она себя поведет в более серьезных заданиях. На которые она в принципе и не рассчитана. Она конечно пилит, но видно, что ей тяжело. И при перекосе диска или увеличении давления на нее, болгарка останавливается. Срабатывает защита. Но тут же ее нужно перезапустить и работать дальше. Все же это физика и ее не обманешь. В таком форм-факторе аккумуляторы конечно хороши. Но чудес от них ждать не стоит. Сетевой инструмент они никогда полноценно не заменят. Но выручат в сложной ситуации. Когда нет розетки поблизости или электричества вовсе. Инструмент подойдет для работ на высоте или под потолком. Все-таки мобильность у него великолепная. Проводов нет, ничего не мешает. Удобно одним словом. Для серьезных задач болгарка однозначно не подойдет. А вот для разовых по металлу или поточных задач с пластиком или другими полимерными материалами будет полезно. В общем кому она реально нужна, это и сами поймут. А там где есть розетка, она конечно не пригодится. Но при всем при этом удалось сделать 11 срезов 14 арматуры. Один кусок куда-то закатился удалось найти только 10. Хоть эта работа и не для этой болгарки, она все же ее выполнила. Но все-таки ее стихия это более мелкие работы. Все-таки у автономности есть свои недостатки. А для серьезных задач нужен серьезный инструмент. А это автономный помощник. И как автономный он весьма хорош. Кто знает тот поймет. А диванные эксперты уже наверное пишут комментарии, что пилка для ногтей у моей жены и то лучше пить торматуру. Или такое, да за эти деньги я куплю 2 сетевые болгарки. И поверьте таких будет много. Загляните в комментарии под видео и сами в этом убедитесь. Хотя и про аккумуляторные шуруповерты поначалу то же самое писали. А теперь они в каждом доме. Хотя у всех дома есть розетки. Но все равно покупают аккумуляторные шурики. А потому что это удобнее и практичнее. Так же и тут. Но у болгарки намного больше нагрузка. И соответственно заряд расходуется быстрее. Это физика. Но в правильных руках она будет очень необходима и полезна. Для быта же вряд ли будет прям уж очень она полезна. Но у всех разные условия и задачи. Так что каждый сам сможет для себя решить нужна она ему или нет. Напомню ссылка на эту болгарку будет под этим видео в описании. Рекомендую перейти, почитать описание и отзывы покупателей. Будет интересно. А еще рекомендую посмотреть другие мои видосы на канале. Что-нибудь интересное для себя обязательно там найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.